Всем привет! Сегодняшнее видео специально для канала Heavy Metal Gym. Я решила попробовать испечь печенье по рецепту Егора, но немного изменить его состав. Точнее не добавлять определенные ингредиенты, а именно фрукты, ягоды и все в этом духе. А так как во второй половине дня я очень часто ухожу куда-то из дома и у меня нет возможности нормально поесть. Но во второй половине дня нам абсолютно не нужен сильный выброс инсулина. Этот рецепт просто идеален, так как можно очень быстро поесть и главное полезно. Поэтому этот рецепт именно для таких целей и критериев. Так как во второй половине дня нам не нужен сильный выброс инсулина, мы и не добавляем ни фруктов, ни ягод и всего подобного. Сейчас немного о том, какие ингредиенты я буду использовать. Основа нашего печенья это крупная овсянка. Далее это комплексный протеин, в данном случае от компании Optium Nutrition. Пять яиц, немного молока для консистенции и добавлю для вкуса какао. В принципе это все ингредиенты для данного рецепта. Итак, для начала нам понадобится овсянка. Думаю где-то 3-4 стакана. Далее мы добавим протеин. Ну я добавлю где-то 2 скупо. И немного какао. На глаз. Чисто для вкуса. Сейчас сухие ингредиенты можно перемешать. И теперь будем добавлять яйца. Добавляем яйца. Я добавлю 5 штук. А теперь будем перемешивать все ингредиенты. Самое главное помнить, что все ингредиенты нужно очень-очень хорошо вымешать, чтобы нигде не было никаких комочков. Пахнет уже очень вкусно, как шоколадное печенье. Если честно, хочется съесть его уже прямо сейчас. Даже без молока консистенция уже хорошая и хорошо все вымешивается. Но думаю немного все равно нужно добавить. Потому что на дне может остаться протеин или какао. Но вымешать нужно все очень хорошо. На дне уже ничего не осталось. Все очень хорошо вымешалось. Поэтому все-таки я молоко использовать не буду. Вот какое тесто у нас получилось. Консистенция отличная. Поэтому я даже не использовала молоко. Сейчас мы будем уже выкладывать это на противень, который мы застелили фольгой. И надо включить еще духовку, чтобы она успела разогреться. Духовку я включу, думаю, на градусов 160-170. Думаю, будет достаточно. Так, сейчас мы будем выкладывать на противень. Я взяла для этого ложку. Конечно, не уверена, что это эстетически будет очень красиво. Но посмотрим. Вот значит, что у нас получилось. Сейчас мы будем ставить эти печеньки в духовку. Там тесто еще осталось, потому что противень маленький. Сделаем в несколько заходов. Вот что у нас в итоге получилось спустя 20 минут. Сейчас попробую выложить это печенье на тарелку и попробую. В общем, какой итог я могу подвести. Я попробовала уже одну печеньку. На самом деле, мне очень понравилось, потому что вкус просто нереальный. Оно пахнет шоколадом. На вкус тоже немного шоколадное. Сладкое за счет протеина и приятная консистенция. Это просто шикарный рецепт. Спасибо Егору за него. Теперь я никогда не буду голодной. И никогда не буду переживать, что правильное питание это сложно. Так что все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok